небольшой обзор на новую шасси делаю те же самые товарищи что и hammer это у нас хг п602 то есть это у нас военная техника от подразумевается так пока вот про него ничего говорить не буду смотрите мануал мануал в принципе точно такой же миллион детали если честно посмотрел собирать его самому кит сойдешь с ума потому что очень много маленьких пластиковых деталей которые скорее всего ты просто не потеряешь либо не так приклеишь либо еще что-то в также в комплекте шел аккумулятор 2s ну даже можно не показывать потому что аккумулятор так себе так скажем полный артер комплект что хорошо только не было батарейка в пункт пункт у нас идет такой вот 8 каналов 10 каналов ну неважно не совсем конечно этот у нас товарищ удобный самолетная аппаратура но каналов здесь много по идее конечно можно перевести это все дело на шести и каналку какую-то все это сделать по уму пока смысла в этом нету так дальше 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 резина резина достаточно мягкая то есть вес у него 6,1 с большим аккумулятором ну будет в районе наверное 6,6 6,7 весить резина как я сказала достаточно мягкая для него в принципе будет нормально быдлок у нас идет односторонний то есть вот в этом месте у нас он затягивается с этой стороны нет так приклеил я вот их уже склеил вставку чуть-чуть подрезал по кругу потому что вставка была очень жесткая но сейчас он покатается разомнется и все будет нормально ну ламели достаточно мягкие и конечно еще можно дремелем так вот пропил сделать на некоторых и получится еще больше ламелей посмотрим как она вообще поедет причем что самое интересное резина одинаковая что здесь что здесь но это дубовая то есть она прям видно что прям пластика какой-то не знаю бутафорная хотя странно у них даже цвет другой этих у нас 6 плюс еще две таких так дальше что у нас дальше у нас наклейки я пока еще их не приклеил надо заняться такие вот наклеечки идут печально что они вырезаны не по контуру а такими большими квадратами то есть на фотографиях это будут отсвечивать эти все места ну ладно не так это страшно так давайте сейчас я его изначально заведу я снимал резину для того чтобы ее проклеить пока мы так его заведем до включается товарищ вот здесь то есть ручки у него рабочие ручка включение вот в этом месте покажу с этой стороны вот так вот сначала давайте морду какие у него есть фишки то есть это у нас свет причем изначально он пришел этот свет не горел головной горели горели только задние стопы это не то опять вот свет выключил причем настроен вот на брейк вот на брейк то есть мы включаем загорелся свет также у него работают поворотники прикольно то есть это аналог полный хаммера причем у некоторых людей которые покупали англоязычные обзоры у них у них получается при старте 6 7 ночи начали гореть фары они вообще не горели в чем были включены все окей и просто в другое место приткнул и все стало работать то есть на включение именно кнопки то есть выключили включили сразу загорается это вот херня знаю что она означает его конечно можно просто чтобы она горела но пускай то есть это вот изначально вот так вот задумано также у нас есть дым машина нормально потом здесь у нас дым машинам тут получается у нас будто фория будто фория мотора это у нас кед какой-то стоит не знаю что закет если честно но это точно кед с этой стороны у него все по красоте сделано причем он тоже полностью разборный сам мотор электрически имеется виду мотор он у нас стоит там вот внизу вот там вот его видно начинается у нас планетарка и вот там мотор получается под этим мотором уже будто фория дым машина здесь здесь надо заправляться через это вот этот вот носик поднимаешь интересную пересходит заправка так дальше по морде можно показать дальше по морде у нас еще есть вентилятор он рабочий там стоит моторчик так сейчас я его включу забыл какая какая кнопка шумит капец как но он реально дует то есть можно в другую даже сторону то есть охлаждение у мотора скорее всего ну плюс-минус конечно здесь никаких отверстий нету но хоть как-то будут обогреваться но шумит конечно очень сильно моторчик там стоит 320 если не ошибаюсь маленький вот видите например качество сборки до пластик чуть-чуть кривой да сама шоссе получается вот это вот все полностью у нас это все пластик 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 это у нас металл это у нас тоже пластик это у нас идет металл так давайте с дым машины она очень сильно воняет можно скорее всего заправить бутвейпом попробуем так наклеечка отпала вот получается вот такая штука у нас шла в комплекте для дым машины это вот такой бутылочек небольшой так включение у нее происходит на на свет почему-то вот она заработала вот она заработала вот она заработала еще шум такой у меня выключаешь она сразу же прекращает работать но запах парни поверьте мне это знаете ты жжешь какой-то пластик то есть какие-то пакеты сжигаешь помните в детстве зажигали пакеты точно тоже пластика точно такой же запах пластика так дальше что у нас еще из приколюх вот это назад лево вправо это у нас кто-то вот красота начинает двигаться если не ошибаюсь 360 раз проверим даже не проверял да 360 эту штуку я сделал правильно это у нас лежат колпаки с дисков я пока убрал чтобы ничего не потерять точно такие же дальше давайте пойдем по тому что у нас открывается что у нас не открывается капот я уже показал открывается здесь у нас дворники но они не рабочие но они двигаются двери точно также открывается отсюда оба салон детализированный извиняюсь что конечно света мало но как то вот так также закрывается захлопнуть не получится надо ее закрыть зеркала очень большой им респект что они загибаются то есть они вот полностью двигаются их можно сложить то есть на покатушке их сломать будет проблематично понятно что при повороте все вот это вот отлетит сразу же но по крайней мере блин хотя бы догадали что можно сделать вот так же здесь то же самое вот зеркала сверху здесь у нас стоит вся световая техника то есть приемник и для света модуль но ты все лишь на китайская то есть все то же самое что было на хамбуре под 12 или под 15 короче говоря каналов врать не буду короче там до хера всего там куча куча аппаратуру куча электроники то есть откручиваем достаем там миллион проводов то есть весь свет приходит туда все полностью со всех вот таких приходит с дым машины грубо говоря все здесь с другой стороны сейчас туда перейдем там тоже тот же самый только там светприемник так дальше это у нас тоже все открывается влево вправо неважно ниши достаточно прикольно в том плане что он например можно положить трос от лебедки ну какой-нибудь либо и щупки не знаю лопата нет да все что угодно можно у трассы вот актуально если вот реально для использования трос положил достал кого-то вытянули бы тебя вытянули снова убрал вот это вот у нас пластик гуляют неплохо так я бы сказал резиновые какие-то полупечатные непонятно очень жесткая резина дальше сзади у нас получается еще есть лесенка я не стал ставить потому что она почти до пола она металлическая значит все борьет она крепится кроме утром металл идет то есть внутри идет металл раму она крепится кроме но в случае чего она вот примера до сюда чем-то как-нибудь забудешься ну блин все и заднется сломает пока не стал ставить так там внутри получается у нас аккумулятор достану как-то было видно вот нас отсек под аккумулятор влазить сюда без проблем 6 тысячный любой ну там вообще до хера места на самом деле сюда я спокойно положил и к той проблем никаких не будет вот тут так же все у нас кота штука стоит полк это много сидений ну достаточно копильный красиво сделала в этом очень большой плюс закрывается точно также получается эта дверь у нас не рабочая это у вот у них вот так вот происходит открывание фокус теряется механизм достаточно простой прикольно сломать его будет сложно закрыли это все у нас приклеена подождите фокус вот эта площадка была отдельно я приклеил вставляется все антенны тоже были отдельно пришлось приклеить потому что они они просто выпадут эта штука тоже была отдельно это полная копия то есть может это была антенна просто еще какая-то не знаю не буду врать лестники чуть-чуть кривого стена ведь сделано ну пусть будет так дальше лючок лючок у нас открывается здесь эти петли у нас тоже рабочие но там очень тонкий пластик я нечаянно потянул и вот это вот ушка оторвал пришлось приклеивать вот все пластиковые детали знаете похоже на что на когда покупаешь танк модельный вот очень сильно все это похоже то есть эта детализация все примера то же самое то есть она хрупкая нужно очень быть с этим совсем аккуратным здесь у нас тоже есть трюк он тоже открывается но открывать его не буду смысл то есть просто побольше это у нас двигается можно посадить человечков правда нету и там нет никакой подставки себе нужно чтобы он стоял как-то он поедал он просто есть предстоятель лицом не должно быть этом уровне чтобы не высовываться за это место так дальше здесь это тоже у нас все открывается все эти ниши она очень прикольно это я уже показал что у нас открывается включение вот на кнопку включения ровный поворотный здесь у нас стоит регулятор регулятор и вроде как все больше здесь ничего внутри нету так дальше по ходовой по ходовой сейчас его аккуратно положу так она еще есть у нас лебедка лебедка обычная личная принципе в принципе пойдет прикольно что она есть на отдельном канале все с ней хорошо главное сразу же снять забить смазкой здесь редуктор стоит у нее чтобы ничего не попадало ну и она будет жить если достаточно копийный катать так смотрите он полностью весь закрытый пластиком то есть это все пластик рама идет там внутри чтобы это все дело разобрать нужно приложить достаточно много усилий то есть болтов откручивать нужно очень много судя по взрыв схеме потому что не только вот эти вот здесь здесь болты идут сверху снимать на полу здесь по идее 6 но хотя понимаю больше нужно все это дело раскручивать будут посмотрим что на все равно будет разбирать смотреть какой там мотор можно будет поставить так мосты очень сильно похож орех на храморовский то есть все то же самое также блокировку можно сюда воскнуть фокус блин вот сюда пин закручивается достаешь заглушку пин закручиваешь и все то есть я блокировка здесь и блокировку не стал делать на задних мостах блокировка у нас присутствует я ее поставил потому что без блокировки но она просто никуда не поедет так рулевая чуть-чуть у нас не косяк потому что она занимает это место сейчас поверну вы поймете это у нас пульт либо ее нужно будет колхозе переносить либо нужно делать изогнутую чуть-чуть но главное собрали выходила ниже чем мост иначе это будет беда скорее всего нужно будет делать изогнутый отсюда вот это место так вот прямо сюда и вот так чтобы она тут ничего не цепляла рессоры у нас идет основная рессора верхняя металл жирный металл наверное как на прицепах с алиэкспресса вот подобные есть рессоры там здоровенные они эти у нас идут пластиковые система на самом деле прикольно я думаю что пластик этот не сломается при морозе ухода достаточно даже для грузовика вполне себе вполне себе неплохо серва у нас ты тут в этом месте вот видят двигает получается двигает вот за это ухо и начинает двигать с помощью вот этого у нас двигает все остальное это все металл то есть это металл мосты металл коробка у нас стоит точно такая же как на камере она достаточно простая и надежно то есть я ее прям в хламину наклинила у меня из-за грязи на хамбаре все перебрал умерло только два подшипника на ней все остальные получилось дальше раскатать вот задняя телега у нас я не знаю как это извините меня конечно правильно называется но она у нас идет подобных на урале как качение знаете как качель вот эти вот тяги плохо что они у нас идут под таким углом как я понимаю они должны стоять достаточно прямо чтобы у нас мосты ходили адекватно еще конечно мешают вот эти вот аморты непонятно зачем они они тут скорее всего как стопор то есть вот все у нас работу дальше не идет я попробую снять посмотреть как она будет без них вообще движение потому что листы здоровые здесь стоят никуда тут ничего не загнет ход карданов позволит движение имеется вверх-вниз так что не знаю конечно зачем вот это ухо сделано это у нас тоже все металл это металл это металл это тоже все у нас металл то есть вся ходовая это все у нас металл и все крепления как я понимаю ну скорее всего все везде они все металл если был большой пластик было очень печально я не понимаю зачем вот это у нас сделано вот эти вот мы сделаны штуки какие-то еще крепления то есть смещение вниз то есть какой-то лист не знаю непонятно здесь тоже самое еще есть отверстие ну в принципе наверное все то есть технику обкатаем посмотрим что это с хаммаром она почти в одном масштабе хаммар у нас получается примерно 11 это у нас 12 масштаб ну а дальше забыл сказать здесь у нас тоже металл то есть это очень радует что вот это место металл если был бы пластик было бы вообще очень 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 плохо потому что будут очень много ударов скорее всего даже незаметных будешь опираться именно бампером вот так что еще будут грузовики они все будут в одном масштабе что очень радует так что посмотрим как она что будет еще один нюанс тут у нас присутствует двухступ доступ как на хаммаре то есть у нас что получается это у нас понижайте это повышайте минус сие вот этого всего то что вот они делают ходе то что передаточные числа я видимо мотор ставить 55-45 ты потому что если не ошибаюсь действий 21 т либо 27 ты вроде 21 стоит как на хаммаре был и это очень быстро получается то есть низов нету он просто не может свой вес вытянуть в какие-то горки даже на подъезжать то сюда нужно будет ставить либо фьюжен на 1200 в идеале либо какой-то коллектор реально 55 то есть по другому наверное никак но скорее всего фьюжен если он туда у нас влезет то наверно влезет это предполагаю то будем ставить фьюжен на 1200 кв потому что двухступ будут позволять ехать быстро достаточно и медленно вниз и будут очень приятные с этой аппаратурой которая не совсем адекватно удобно и так что вот чем бога